За последние два года увеличилось количество совершенных против жителей Одинцовского округа мошенничеств, особенно дистанционных. Преступники идут в ногу со временем, все чаще используют телефон и интернет. Ведь проще обманывать людей, не глядя им в глаза. Это тот вид мошенничества, контактный, он более сложный. Здесь идет чисто на психологии. Нужно смотреть человеку в глаза, красиво уметь говорить, объяснять движение, внешний вид. Здесь более сложный способ, нежели тогда, когда вы не видите человека. Среди основных видов дистанционного мошенничества сообщение о блокировке банковской карты и попавших в беду родственниках, а также продажа того или иного товара на сайтах, в том числе подставных. Звонки с помощью интернет-сервисов, подмены телефонных номеров, якобы от реального сотрудника полиции, данные которого были получены из открытых источников. Всего за 2020 год на территории Одинцовского округа было зарегистрировано 476 фактов мошенничества, более половины в отношении пожилых людей. Пожилая категория людей, людям гиперответственные отчасти, назовем это так, соответственно, без перепроверки подобной информации, все бросают, бросают все свои собственные дела, отправляются в ближайшее отделение, либо используют мобильный банк, осуществляют переводы в адрес умышленников. Эту проблему полицейские вместе с представителями окружной общественной палаты и общественного совета при УВД обсудили на брифинге «Осторожно, мошенники». Мошенники, они достаточно профессионально действуют и имеют, наверное, подход к каждому возрасту. Я абсолютно точно знаю, что даже мои знакомые, моего возраста, люди, которые всегда бы сказали, мы все знаем, мы никогда не будем, скажем, давать никакие ни коды, ни пароли, ничего, тем не менее, они становились жертвами таких людей. Чтобы люди старшего возраста не становились жертвами мошенников, необходимо информировать их о существующих мошеннических схемах. Помогут в этом совместные силами полиции, общественников и волонтеров акции по распространению памяток «Не дай себя обмануть мошенникам» в общественных местах, парках, поликлиниках, на городском транспорте. А среди школьников до конца учебного года планируют провести соответствующий тематический конкурс. Наталья Гончарова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».